Переезд в новый дом, особенно если нет старого, единственное, о чем могут думать люди, приобретая жилье. И уж тем более не ждешь проблем, когда дом новый. Но, как показывает практика, с новостройками хлопот не меньше, чем со старыми домами. Иногда застройщики выполняют работы так, что людям приходится все переделывать за свой счет. В такой же ситуации оказались жильцы дома по адресу Ленина 51 в городе Каспийске. Ляна Порчуева выслушала людей и попыталась найти ответы на их вопросы. Вот мы вызываем лифты, хотим подняться на 10-й кашу, а он не работает. Лифт у нас бракованный, портится каждые 3-2 дня. То, что лифты бракованные, выяснилось только после того, как жильцы запустили их за свой счет. Застройщик их привез, но устанавливать отказался, ссылаясь на то, что в договоре это не прописано. Так же и со всем остальным. Перила недоделаны, подъезды недокрашены, открытые подвалы заполнены водой. Насос жильцам предлагают купить также за свой счет. Мы просили просто привезти хотя бы насос, чтобы откачать воду. Это было пару раз. Затем они сказали, что насос испортился, и они собираются купить и поставить новый, чтобы постоянно воду откачивать. Ну, как вы видите, ничего не изменилось с тех пор. А когда я говорила с прорабом, он сказал, что Рахмали, наш застройщик, не даёт деньги на новый насос. Проблемы здесь не только с ремонтом. Постоянно отключают свет, говорят жильцы. Горячей воды практически нет. Подключать газ и не планируют. Регулярно собирают деньги за техобслуживание, но работ не проводят. Жильцы уверяют, что и тарифы у них завышены. А проверить собственные счетчики они не могут. Где идут деньги платить, я деньги не могу платить тоже. Закрыто, вот счетчики стоят у нас здесь внутри. Вот были бы окошки, чтобы данные снимать оттуда. Я не могу идти примерно за свет платить деньги. Ну, за взвод, за ногу. Как платить? Вот закрыто, ничего не видно там. Администрация Каспийска отказывается принимать дом на баланс. С ним хлопот не оберёшься. Люди фактически оказались в ловушке. Кроме договора купли-продажи, на руках ничего нет. Представитель застройщика передаёт, что ПЖСК больше ничего делать не будет. Навстречу с жильцами приезжает юрист. По его словам, строительная фирма провела все работы качественно. А то, что администрации не нравится вот такая детская площадка в виде ржавой беседки и два засохших куста, которые вполне можно назвать зелёным насаждением, застройщика не касается. Юрист компания. ПЖСК «Магнит». Дом вроде благоустроен, подъездные пути есть. Вот детская площадка. Где детская площадка? Вот это вот территория детской площадки? Ваши дети бы играли, да? Там турник. Футбольная площадка тоже есть. Правда, она не так благоустроена, как требуется. В сложившейся ситуации жильцы отчасти и сами виноваты, говорят в Министерстве строительства Дагестана. Они не должны были заселяться в незданный объект и тем более что-то там ремонтировать за свой счёт. Сам застройщик может получить административное взыскание, но сумма для него окажется чисто символической. Поэтому недобросовестные строительные фирмы заселяют людей в неблагоустроенные дома. Это из статьи 55-я, ввод в эксплуатацию, это там 11 пунктов. Один из пунктов – это заключение государства строительного надзора. В 2012 году такое заключение было выдано на этот объект. Дальше застройщик должен был предпринять все меры, чтобы положить ввод в эксплуатацию. Сегодня у нас 18-й год, получается 6 лет. Никаких мер не было предпринято для ввода в эксплуатацию. Или какие-то причины помешали этому сделать. Фактически проживание людей дома – это незаконно. Должны были применяться меры застройщику, штрафоваться. Должно было предписание выдано, запрет эксплуатации этого дома. Жильцы могут рассчитывать на материальную компенсацию. Но лишь в том случае, если документы составлены в соответствии с 214-м федеральным законом о долевом строительстве. Если застройщик не соглашается заключать договор в соответствии с законодательством, единственное правильное решение – отвернуться и уйти к тем, кто работает добросовестно. Леана Парчуева, Руслан Салихов, Саид Кутеев, Время новостей.